В редакции газеты Оренбуржья в этот понедельник не до праздника. Как раз сегодня готовится к сдаче в печать очередной номер газеты. Так что посиделки пришлось пока отложить. Уже в среду жители области смогут перелистать свежие страницы еженедельника. И обязательно каждый подписчик найдет для себя там что-то интересное и важное. В апреле этого года газете Оренбуржья исполнится 29 лет. За это время, конечно, газета приобрела своего читателя. Бывает очень приятно, когда видим, что читать газету Оренбуржья становится традицией. Потому что в письмах указывают, что еще моя мама читала, или еще наш дедушка читал вашу газету. И такие традиции сохраняются. Я считаю, что это очень хорошо. Юрий Мещанинов признается, тиражи газет в 21 веке падают. Но при этом совсем не согласен с мыслью, что дни печатных изданий сочтены. Здесь, параллельно с выпуском газет, вот уже несколько лет развивают собственный сайт. Ведь главный принцип журналистики – даже не обилие информации, а ее оперативность. Сайт дополняет газету, конечно. Большинство материалов, которые представлены на сайте, они в более полном объеме. Но, понимаете, есть некоторые ограничения. Не все материалы могут уместиться на газетную полосу. Приходится что-то сокращать, что-то давать в сжатом виде. На сайте они даны в полном виде, большее количество иллюстраций, фотографий. Татьяна Шабоваленко в редакции газеты «Оренбуржья» вот уже 10 лет. Признается, профессия не дает скучать. Журналистика – это та профессия, которой каждый раз, каждый день ты открываешь для себя что-то новое. Лица новые, люди новые, познать всю область – это и то мало 10 лет. А вот что интересовало людей 50 и даже 100 лет назад. В областном архиве целая подшивка газет разных лет. Например, в январе 1964 года Советский Союз посещает Фидель Кастро. Об этом пишет вся региональная пресса. Но нередко газета могла состоять лишь из одних объявлений. Можно как раз прочитать о жизни, о быте местного населения. Встречаются заголовки фельетона. Но фельетоны не в современном нам понимании, а как раз какие-то заметки о нравах населения того времени. Регулярно на странице газет мы увидим метеорологические наблюдения. И сто лет назад, и сейчас работа журналистов заключается в том, чтобы доносить до читателя самые интересные и свежие материалы. То, что волнует всех и каждого. Вот почему представителям этой профессии не суждено отметить свой профессиональный праздник. 13 января навсегда останется для корреспондентов печатных изданий обычным рабочим днём. Ольга Энгельс, Анастасия Кубатко, Семён Воробьёв. Новости дня.